Водоем 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 Платва Во время глухозимия На водохранилищах Держится на глубинах От 4 до 8 метров Самую крупную плотву Я ловил на глубинах 7-8 метров Прибрежную зону Там занимает окунек береговой Ну а дальше уже с 8 метров Обычных стоянки леща Значит Ну вот я Сверлю лунки Где-то как раз от 4 или от 5 До 8 метров Обычно делаю 7-8 луночек И прикарливаю Смесью сухарей И мелким мутынем Значит еще один важный момент Все таки при рыбалке у Хазиме Ну то что я стараюсь сделать Это что называется Уйти от толпы Я как правило Если место занято Я лучше перехожу на другое Где никого нет И никто Место как бы не тронутое Там шансов на нормальный улов Начать на больших Лунки Тщательно очищаем от шуги После того как их просверлили Прикормку я всегда замешиваю На водоеме Ее надо тщательно увлажнить И дать постоять Чтобы впиталось Обязательно перемешать Значит Прикормку я уже как говорю Использую Самую простую Панировочный сухарь И мелкий мотыль Сейчас она постоит И мы будем прикармливать Плотву все таки Надо прикармливать Не чистым мотылем А мотылем в смеси С панировочными сухарями Ну или с какой то готовой прикормкой Ну и вот так вот я прикармливаю Наполняем кормушечку Самосвал Аккуратно Ее закрываю Прикармливать Конечно надо очень аккуратно Для того чтобы кормушка Не открылась Толща воды И вот так аккуратно Опускаем в лунку Ну глубина здесь около 7 метров Ну сначала опустим кормушку на дно Затем поднимем Приблизительно на метр Ото дна И плавно должны открыть Вот 5 отметки Очень удобное приспособление Мобильный глобомер Ну и даже чуть меньше 7 метров Значит обязательно вот так вот На метр приподнимаем Кормушка должна принять Горизонтальное положение То есть бывает на метр отходит От лунки Ну когда резко опускаем Это тоже не очень хорошо Все таки прикормка должна лежать Прямо под лункой И резким движением Открываем кормушку Немножко следует подождать Приподнять Вот так вот Раза два качнуть Для того чтобы содержимое кормушки Упало на дно Ну вот вытаскиваем Кормушку мы освободили И переходим к следующей лунке Если глубина ловли Составляет от 3 до 5-6 метров Можно прикармливать сверху в лунку шариками Еще очень хороший способ Прикармливания в шугу Вот сверху в лунке шугу не очищаем И вот так вот На шугу Кладем Немного прикормки С мелким мотылем Постепенно прикормочка Размокает И вместе с мотылем Начинает плавно Опускаться на дно Это очень хорошо Привлекает плотву Вот так у нас Поплавок в притопленном виде Значит глубина 7 метров Ну еще хочу сказать одно Важное условие ловли Успешной плотвы Ну и вообще другой рыбы Особенно в глухозиме Старайтесь найти место Где нет рыболовки А вот и первый подъем Вот и первый подъем Сейчас подождите Немного неудобно Потому что камеру снял Такая-то рыбка некрупная А вот она и первая плотва Вот смотрите Кем-то здорово покусана Кто-то хвост ей пытался откусить Ну так вот Я не договорил значит То что Такая рыба как плотва Она очень подвижна По первому льду Ну а в середине зимы Она все-таки Не настолько подвижна И поэтому важным условием Хорошей Ну в общем-то ловли Этой плотвы в глухозиме Это Уйти от Толпы Не надо садиться в толпу Дело в том Что каждый Сверлит 5-10 лунок Туда сыпет прикормку И плотва Ну она встает на эту прикормку Но она рассредотачивается А так Она не перемещается Как по первому льду То есть Ну вот Можно привлечь эту плотву С диаметра Например 5-10 метров Под лункой Ну а с более дальнего расстояния Плотва Ну не подойдет к вам Ну поэтому Когда То есть один ловишь Конкурентов Грубо говоря нет Вот Конечно естественно Улов Значительно Лучше Вот одну плотвичку поймали Вот пока больше поклевок нет Ну посмотрим Сейчас пойдем Значит У меня Вот 8 луночек Я просверлил На разной глубине Вот здесь около 7 метров Ну и плотва соответственно Здесь крупная попалась Значит В каждую лунку Я устанавливаю удочку У меня их несколько И делаю обход Значит Удочки у меня есть с мормышкой Есть удочки с крючком Ну вот и посмотрим На что будет лучше ловиться Вот подъем Только я хотел менять Лунку Вот она клюнула Это густера Это густера Ну вот Густера нас Не интересует Поэтому я ее отпускаю Вот Перешел На новую лунку Ух ты Тоже сразу плотвичка Такая мерная плотвичка Поклевывает Попалась За плавник Рыбку я убираю в пакет Можно в ведерко складывать Так что погода неустойчивая Снег идет Временами Снега в этом году Конечно насыпало очень много Здесь кстати мормышка Вот такая вот Миленькая Совсем О Вот если видно Два миллиметра И леска 008 Вот на такую оснастку Плотвичка и клюет Два мотылика Сажаю Здесь кстати глубина помельче И аккуратненько опускаем Торопиться не надо Здесь 6 с небольшим метров Ну это глубина самая плотвинная Я даже не успел выставить Честно говоря удочку Не успел выставить Глубину Сразу поклевка была Сейчас посмотрим Вроде снег не обещали А идет Целыми днями Ну вот по погоде тоже Плотва конечно любит Вот такие вот пасмурные С небольшим морозом Дни Снег когда идет Все таки в солнечную погоду Только по последнему льду Нормально ловится Правда не сказать Что уж прям такой активный клюк Ну что я могу сказать Для глухозимия Два десятка Плотвы за день Поймать Это очень даже и неплохо Если учитывать Что платва у нас тут ловится 150 где-то грамм в среднем И бывает и по 200 проскакивает Плотвички Ну в общем-то Три десятка это уже норма Вылова Поэтому для глухозимия Два десятка это нормально Снасть на платву Должна быть Очень чутко Огружена Малейшее прикосновение К мормышке Или крючку Должно передаваться По плавку И он должен Плавно-плавно подниматься И это обозначает Поклевку Вот был подъем То есть рыбка стоит Конечно здесь есть Но не очень активно Снег продолжается Вот во время ловли Можно Приподнимать Шевелить Это все Ну Шевелить мормышку На дне Это все привлекает Плотву Естественно Она Часто Начинает клевать Иногда В период Совсем уж Вялого клева Когда поклевки Вроде шевеленки Есть А нормально Поплавок не поднимает Или на мормышку Не клюет Значит Тогда можно Насадить Одного мотыля Колечком Это очень работает Хорошо Вот сейчас Попробуем Вот одного мотылика Насадим Это насадка Конечно На одну поклевку Но Часто работает Сейчас посмотрим Сработает В этот раз Или нет Потому что Клев конечно Вялый Сегодня И засекается Кстати Сразу Засекается Лучше Обычно На Если один мотыль Колечком Насажен Сейчас посмотрим Клесочка Тоненькая И вылаживайте Конечно Надо аккуратно Потому что Плотва Попадает Все-таки Неплохих Размеров Подошла Стала Понемножку Клевать В основном Сегодня Активность Плотвы На 7 метрах Каждый раз По-разному Бывает Даже В течение Дня Клев Бывает Лучше То на 5 То на 7 Метрах Вот Отличный Подъем Ну вот Сегодня Проклюнулась На 7 Лучше Всего Не скажу Что Конечно Клев Сумасшедший Ну Такая Вот Плотвичка Поклевывает С Плотвой Обязательно Экспериментируйте В глухозимье Потому что Бывают Различные Варианты По Глубине По Насаживанию Мотыля Может быть Снасть Бывает Клюет Лучше На Крючок А не На Мормышку Все Это Важно И Обязательно Надо Учитывать В последующих Рыбалках Я Вот Ловлю Всегда Из Одной Лунки Ну Я Имею Ввиду Что Сверлю Конечно 8 10 Луночек Прикармливаю В разных Местах Естественно Ну Ловлю Но Никогда По Две Спаренные Ну Двойные Лунки Не Делаю Вот Опять Подъем В общем То Расклевалось Для Глухозимы Довольно Таки Неплохо Иногда В середине Зимы Плотва Очень Даже Неплохо Отзывается На Мормышку С Мотылем На Игру Именно На С Кивком Вот Что Сейчас Я И Попробую Одну Кормленую Луночку В Одной Попробую Половить На Мормышку С Мотылем Мотылька Мы так Насадим Одного Сейчас Попробуем Это Одна Из Самых Мелких Лунок Здесь У меня Глубина Где-то Ну Меньше Шести Пять с половиной Медленно Медленно Опускается Мормышка Тоже У меня Мелкая Но Зато Быстро Ловится Есть Такая Пословица Сейчас Мы Проверим Ух ты Леска Очень Тонкая У меня Здесь Такая Платва На Игру И Довольно Таки Высоко На Дном Такая Красавица На Мормышку С одним Мотылем Клюнуло Так Друзья Надеюсь Кому-нибудь Будет Полезно Это Видео На Этом Я Заканчиваю Всем Не Хвастань Ниши Встретимся На Водоемах